Государственная итоговая аттестация по-прежнему проводится в двух формах. В форме ЕГЭ для выпускников, освоивших основные образовательные программы, и в форме так называемого ГВЭ – государственного выпускного экзамена. Этот экзамен в основном для детей инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, для обучающихся учреждений закрытого типа, в учреждениях исполнения наказания. Поэтому сегодня выпускники нашего города определятся, в какой форме они будут сдавать экзамены. До 1 марта текущего года обучающиеся должны подать в свое образовательное учреждение заявление о выборе предмета, который они собираются сдавать. Поменять предмет, конечно, можно, но очень сложно. Это должна быть объективная веская причина. Это должна быть либо болезнь ребенка, либо какие-то другие обстоятельства, подтвержденные документарно. Поэтому мы рекомендуем до 1 марта определиться с выбором предмета. Как и ранее, ЕГЭ сдают в чужой школе. Новшество этого года. Руководитель пункта приема узнает, на какой из пунктов будет направлен за три дня до экзамена. В 2014-м в городе Белово будет действовать три пункта. Это первая гимназия школы номер 10 и 32. Сегодня ученик при входе в ППЭ будет проходить через металлоискатель. В ППЭ будут сотрудники полиции. Нам говорили, что таких сотрудников будут два. Это, прежде всего, связано с безопасностью проведения экзамена для детей. Ну и вторая причина – это, конечно, соблюдение данного порядка проведения государственной итоговой аттестации. То есть сегодня ученику запрещено иметь при себе сотовый телефон, фото, видеоматериалы. Кроме того, в каждой аудитории, где сдают экзамен, будет установлено видеонаблюдение. И мы сегодня можем зафиксировать все факты, допустим, того, как проводит инструктаж организатор, как пишет ребенок, как упаковываются материалы. Ну вот в режиме онлайн, в открытом режиме, будут демонстрироваться ЕГЭ в двух пунктах. Это в городе Кемерово и в Новокузнецке. Полностью вся информация о проведении единого государственного экзамена записывается на жесткий диск. Поэтому в любой момент уполномоченный представитель ГЭК или, допустим, органы правоохранительные, допустим, органы Кузбассоборнадзора могут просмотреть эту информацию о проведении экзамена. В этом году изменение претерпело расписание ЕГЭ. 26 мая выпускники сдают географию и литературу, русский язык – 29 мая, математику – 5 июня. Существует и досрочный период сдачи до 20 апреля. Он рекомендован тем, кто призывается на военную службу, при этом должна быть повестка из военного комиссариата, а также для тех, кто выезжает на конкурсы за границу или на лечение. Об этом также должны быть соответствующие документы.